Приветствую вас. Для начала надо бы определить, что вы хотите сделать. Ну, то есть, что вы хотите с этим делать, что делать, чтобы что. А вместо вы говорите, что, с одной стороны, у вас нет уверенности. Ничего. С другой стороны, вы боитесь, что с вами что-то случится, что вы, например, вы едете, если за рулем и так далее. Ну, честно говоря, вот именно такое сочетание, ну вот сочетание переживаний ваших, когда вот с одной стороны такая вот неуверенность, уверенность в себе. А с другой стороны, это ну агрессия, да, такая получается, что мне это видится таким образом, что вам не хватает как раз вот этой вот самой агрессии. Не хватает, ну, отреагированности какой-то своих действий. отреагированности может быть своих переживаний, своих чувств. Вот. То есть, вот для меня это выглядит, честно говоря, вот, ну, больше, наверное, вот в таком ключе. Ну, именно если, если говорить вот о том, что я вижу, тогда, то есть, для меня это выглядит, для меня это все выглядит так, что вы просто не отреагировали, не отреагировали свои переживания, какие-то свои чувства. Чувства какие-то. Вы не отреагировали. Вот. И, соответственно, в этом заключается одна из основных проблем. Как мне, ну, как мне представляют, как мне представляют здесь вот именно. Вот. Дальше. 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 На что можно обратить ваше внимание еще? На то, что вы, судя по всему, не доверяете себе. Вот. Недоверие себе. Вот. Недоверие себе. Недоверие себе. Недоверие собственным, значит, ну, собственным чувствам. Как бы, недоверие, недоверие ощущениям своим. Вот. То есть, это... Вот такая вот получается подвешенность, постоянная подвешенность. То есть постоянно вы находитесь в таком вот подвешенном положении, ну а причины по которым вы себя не добираете это нужно выяснять. Дальше, судя по описанию вашему, вам достаточно тяжело, ну как минимум, как минимум нелегко сейчас. Вот. И боитесь вы, да, и не уверены в себе вывод и, значит, угроза периодически чувствуется, вам, ну вам не ощущается периодическая угроза из внешнего мира. Но, обратите внимание, вы не выдаёте вопрос. Точнее, вопрос, он такой, как бы достаточно общий. А что делать? Ну, что делать с чем? Что делать? Чтобы что? Вот и так далее. То есть нет ощущения, что вы реально хотите что-то менять. Вот. угроза. А значит, вам в вашем состоянии. Удобно, комфортно, даже не смотря на определенного рода болезни, ну что-то, этого, ну, этой позиции. Вот. А, все. Вторичной выгодой, которая может иметь место быть у вас, в первую очередь, нужно работать. Что вам данная ситуация даёт? и даёт ли она вам что-то вообще? Там ещё, может быть, ничего и нет. и не даёт вам эта ситуация. Ну, скорее всего, всё-таки, какой-то элемент выгоды присутствует. Вот. И нужно разбираться, что это за выгода. И тогда уже тогда можно будет вам, конечно же, показать под помощь. Сейчас же для меня ситуация выглядит так, что вы достаточно нерешительно делаете шаги в сторону того, чтобы как-то себя разбираться. Возможно, вы боитесь чего-то, возможно, вы опасаетесь. Чего-то, ну, это опять совершенно нормально, если вы чего-то боитесь. Ну, тут нужно, повторюсь, тут нужно смотреть. Тут нужно исследовать. Исследовать, в первую очередь, вот, то, как вы, ну, попали в эту, ну, в эту ситуацию. Вот, которую, ну, описывать. Вот. И, соответственно, смотреть, что именно вы себе обестрелываете. Например, что именно вы себе запрещали запрещать. Вот. То есть момент здесь, ну, такой вот в какой-то степени достаточно конкретно. Вот так, я думаю, можно вам ответить. Сейчас давайте прочитаем еще раз ваш текст. У меня нет уверенности, я ни в чем не уверенен, в чего боюсь. Ну, опять же, да, в общем, именно вы не уверенны, в чего вы боитесь. То есть тут нужно смотреть. Ведь на работе, в последнее, у меня еще не справлюсь. А вы, это страх, ошибка. Вы боитесь ошибиться. Вопрос в том, чем для вас так страшна ошибка. Ну, ну, то есть, почему вы боитесь ошибиться? Именно страха ошибиться откуда? Вот, всем, взял. Вот, это достаточно такая, достаточно важная ситуация. Достаточно важный момент. Потому что, обычно, обычно, страх ошибки, он родом из детства. Так, вот, и, связан он часто, он связан с реакцией, ну, родителей. То есть, это родительская реакция на какие-то, вот, ошибки на какие-то, ну, на какие-то действия со стороны ребенка. Вот, и так далее. То есть, тут вариантов тоже, в какой-то степени, достаточно много. Но нужно, нужно не спешить, не спешить, да, но нужно, как бы, ну, достаточно грамотно, достаточно грамотно к этой ситуации. Подходить и не спешить делать выводы какие-то, потому что выводы сделать всегда достаточно просто. Ну, вот, ну, а ошибиться с выводами гораздо опаснее, чем, например, немножечко подождать, да, и уже на обнование, допустим, анализа, вот. На основании информации о вас, вот, уже можно будет вам помочь. Как-то вам помочь. Ну, то есть, ваши проблемы. Вот. Ну, вот, в принципе, наверное, все, что я хотел вам сказать на данный момент, на данный момент, ну, с учетом той информации, которые вы предоставили нам, которые вы предоставили нам. Я надеюсь, что для вас это было достаточно вам полезно. Я надеюсь, что вам это было, вам пойдет на пользу, на пользу, то, что, ну, что я сказал. Надеюсь, вы подумайте над всеми аспектами, которые я обучил, вот, и сделаете какие-то выводы, исходя из моего ответа и ответа коллег, которые тоже ответили вам, и тоже постарались помочь. Вот, на этом все. Я желаю вам удачи, я желаю вам всего самого доброго и надеюсь, что ситуация будет разрешена для вас самым лучшим образом, но без помощи специалиста, конечно, не хватит. Спасибо. 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 Спасибо.